Со времени переселения Российской империи этнических армян вново завоеванные ею к 1-3-19 века азербайджанские ханства на Южном Кавказе, армянская Григорианская церковь с ее католикосами во главе мало удосуживала себя соблюдением четкой грани между сугубо духовной сферой и политикой. Для тех, кто объявил себя священнослужителями этого сомнительного религиозного института, плевым делом считалось отступление от богословия и прямое вмешательство в политическую жизнь общества нередко ценою нарушения ими основополагающих постулатов христианства, а то и вовсе прямого грехопадения. Учрежденному еще императором Николаем I третьему отделению собственной его императорского величества канцелярии во главе с графом Александром Бенкендорфом, пристально следившему за деятельностью в стране не только различных тайных политических кружков, но и религиозных структур и не в последнюю очередь за деятельностью армянской Григорианской церкви, было хорошо известно о чертях, которые в большом количестве водились во внешне тихом омуте. Упразднение в 1836 году одним розчерком императорского пера многовекового албанского католикосата и передачи всего имущества одной из древнейших церквей мира на баланс новой для этих мест чужеродной армянской Григорианской церкви положило начало беспрецедентному в истории к культурному мародерству, разграблению всего, что пронесли через века и сохранили кавказские албанцы, а также грубейшим изменением внешнего облика древнеалбанских храмов. Все это, в свою очередь, ввергло в шок царское правительство, которое никогда прежде не видело подобного варварства со стороны священнослужителей какой бы то ни было конфессии. Алчность, ложь, ненадежность, склонность к предательству. Все эти качества стали и по сей день остаются буквально визитной карточкой армянской Григорианской церкви, которую сами армяне фейково называют апостольской. Все бы ничего, но с конца 19 века церковь эту все чаще стали замечать вмешивающиеся в политическую жизнь. И вовсе не с приглядной, а с деструктивной и даже криминальной стороны. Создание в 1890 году в Тифлисе партии террористического толка Дашнак Цутюн произошло при активном содействии и участии священников. Та же церковь была духовным вдохновителем армянского терроризма в годы Первой русской революции, что привело даже к временному ее запрету царским правительствам и конфискации всего ее имущества. 12 июня 1903 года Николай II на основании мнения пяти из 18 членов комитета министров утвердил закон о переходе имущества и капиталов армяно-грегорианской церкви в введение государства. Это был редкий случай в практике принятия государственных решений, когда монарх утверждал законопроект, имея такое малое число поддерживающих. До чего же надо было довести высшее руководство империи, чтобы заставить его пойти на такой вот крайне неординарный, беспрецедентный шаг. Впрочем, стремительно менявшаяся международная обстановка и планы мировых держав по участию в разделе наследия Османской империи вынудили Петербург вновь разрешить деятельность армянской церкви, но при одном строгом условии – перенаправить весь свой природный негатив против турецкого государства. В годы Первой мировой войны армянская церковь без колебаний благословляла вооруженные банды на совершение насилия против иноверцев, на территории не только Османской империи, но и в других странах. Ничего не изменилось и в последующие годы. В «добрый» путь благословляли террористы в рясах своих прилежных учеников из организации «Асала», называя во время своих служб чудовищные преступления этих бесчестных убийц праведным делом. 4 декабря 2011 года в США, в городе Бербанк, в музее Зораян, епархии армянской церкви на западном побережье США, состоялся вечер памяти, посвященный 54-й годовщине со дня рождения осужденного террориста Монте-Мелканена. В годы Карабахской войны в 1990-х годах священников можно было видеть с оружием в руках. Куда первым делом зашли оккупанты, захватившие 8 мая 1992 года Шушу? В церковь. Чем в первую очередь занялся Паргевсов Базан, прибыв в те дни в Шушу? Архивные кадры являются безмолвными свидетелями его преступления и актов вандализма. Дело доходило даже до комических сцен, когда в цирковых шоу под названием «Военный парад отдельной колонной» маршем проходили «Зинворы в рясах», что затем стало темой для многочисленных мемов. В наши дни, когда два народа, как никогда, прежде, с момента обретения ими независимости, оказались близки к миру, а политики в Ереване под воздействием железного кулака в кое-то веки начали трезветь, армянская церковь, старавшаяся все предыдущие десятилетия не показываться в первом ряду, начала понимать тревожную для себя реальность и высокую вероятность того, что возможное воцарение регионального мира выбьет из-под ее ног основу ее идеологии, культивацию в ее пастве, природной ненависти к туркам и собственной исключительности. Поэтому совершенно не случайным является все то, что наблюдаем мы в эти дни – сбрасывание армянской церковью последних масок и выход ее на передний план с открытым призывом не допустить мира. Конечно, все это шоу с маршем на Ереван во главе с неким Сырбазаном выглядит со стороны комичным. Но, признаемся честно, все это не менее комично, чем выступление другого небезызвестного Сырбазана, кстати, родом из Сумгаита, который в числе сил, воевавших на стороне Азербайджана в 2020 году, помимо мифических сирийцев, турок, израильтян, пакистанцев и еще бог знает кого, назвал также демонические силы. Такие силы были брошены против нас, и мы 44 дня устояли, не считая огромное количество демонических сил, которые воевали. Я не хочу сейчас об этом говорить, потому что многие не поверят в это. У меня есть факты. А потом укатил за океан, где, по информации самих же армянских источников, ведет нынче беспечную жизнь в компании женщин и виски. Впрочем, бог с этими прелюбодействующими и пьянствующими в другом полушарии с Сырбазанами. Нас больше заботит наш регион. И вот здесь нам не остается ничего, кроме как дать очередной бесплатный совет нашим соседям, который весьма лаконичен. Одумайтесь и остерегайтесь. Не дайте себя одурманить. Эти-то укатят. И Баграт ваш укатит вслед за Паргевом. И Аванес отчалит. И другие тоже. А останетесь вы. Одни. И, возможно, вновь у разбитого корыто, если снова поверите или, чего хуже, пойдете вслед за шарлатанами. Станьте, наконец, взрослей и отделите опиум от религии. Почем опиум для народа?